Шалом Роха В прошлый раз мы говорили о том, как начать чувствовать, начать впитывать в себя это, чтобы иммуна, наша иммуна была не в теории, чтобы она была на самом деле в нашем сердце, в наших действиях. Мы предложили несколько стратегий, как, например, думать о том, как существует этот мир, насколько он потрясающий, насколько здесь функционирует всё досконально, звёзды, луна, солнце. И мы говорили, что можно получить веру, только посмотреть, как на восход солнца, как Авраама вину. Далее мы сказали, это вещь, которую мы можем посмотреть на наше тело, насколько оно потрясающе работает, в полной гармонии. И что может быть, что когда что-то не функционирует, мы видим, когда клетки, когда есть разные болезни, которые показывают нам, что когда есть хоть какая-то деформация, есть какая-то функция, которая не исполняется правильно, это ведёт к страшным последствиям. Также мы видим, что Авигдом Миллер, например, он, когда он проходил по улице, он видел офис врачей, он каждый раз раз разговаривался и говорит, что Бору Хашем, спасибо тебе, творец, что мне не нужен этот врач. И каждый раз он показывал, напоминал себе, что это не само по себе, что не привыкать к этому, это действительно, что мы должны читать и вспоминать, что мы должны благодарить за это. И последнее, это понимать, что весь этот мир, это львушь, это вещи, которые здесь происходят, это как вход в следующий мир, и понимать, жить с планом, который творец планирует с нами. И это даёт человеку возможность, когда с ним особенно это легче, когда с ним случаются хорошие вещи, он видит, как Хашем управляет, как он помогает, как у него получаются вещи. Опять же, не принимать это как должное, а вспоминать и благодарить Творца за каждую вещь, начиная с того, что не пошел дождь, когда я вышел на улицу, я успел на автобус, у меня нашлись какие-то монеты, которые я искал. Все эти вещи, которые происходят с нами, это напоминать, чтобы это было частью нашей жизни. В конце мы говорили о разных ситуациях, где люди, опять же, находясь в испытаниях, и тоже чувство страдания, как мы на это реагируем. И сегодня мы увидим много-много примеров, очень ярких примеров, которые помогут нам действительно это запомнить и практиковать это в нашей жизни. Начнем с того, что Рав Боя рассказывал, что ему удалось, его пригласили выступать в нашей Батоне на встрече с огромнейшей группой. К сожалению, было 400 девушек, которые уже были старше, и они все еще не могли найти себе шедух, найти жениха. И, как известно, это огромнейшее испытание, особенно в религиозном обществе, где все достаточно рано выходят замуж, и поэтому, когда время идет, они чувствуют, что это ограничивает их, и они смотрят, как все остальные, все их подружки уже, у них дети, семьи, а они все еще ждут. И это очень большое испытание. Когда он выступал перед этими девушками, он сказал, что это было выглядело как операция, как операция на голове, связанная с мозгом. Он объяснил им, что каждый человек в этой жизни, он ищет ойнек, он ищет удовольствие. Это, если, я помню, когда я был в Ешиве, тоже Машгер спросил нас, что вы хотите в этой жизни, чего вы стремитесь. И кто-то сказал Тору, кто-то сказал Хесед, добрые дела, и разные вещи. Он сказал, нет, 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 каждый человек стремится к наслаждению. Ойнек, радость, счастье, наслаждение. Теперь, как это будет выглядеть, это действительно будет Тору, это будет Хесед. Но каждый из нас, это то, что мы стремимся к этому, это наслаждение. Поэтому он объяснил им, что если мы будем ставить особое определение, что наслаждение мое, это только Шедух, это только когда я нашла уже жениха, только тогда я смогу быть счастливой. Он сказал, что неделю до этого этот зал был наполнен организацией Зелезе, она была наполнена женщинами, которые стали вдовами, потеряли своих мужей, альманод, полный зал, который был наполнен женами, у которых муж скончался. Он постарался им объяснить, и вот он тоже там выступал, что они были радостны, они были, как бы, старались найти какую-то свою жизнь и не сдаваться, не отчаиваться. Другими словами, если человек делает себе определение, что единственное удовольствие, которое человек может получить в этой жизни, это или хорошая работа, или жена, или муж, или дети, и так далее, и так далее, он ставит себе вот ограничение, что только когда он этого достигнет, тогда у него будет действительно удовольствие в жизни, это неправильно. Единственное удовольствие, которое человек должен стремиться, это близость к Творцу, и это действительно то, что каждый из нас может понять, потому что это что-то, что вечно, это что-то, что остается навсегда, это что-то, что никто у человека не сможет забрать. Сегодня мы посмотрим это более на конкретных множество примерах. Поэтому, как мы сказали, что у нас есть коях, у нас есть эта сила, имната моях, имната лев, вера в разуме и в сердце. Хотел поделиться с случаем, который произошел пару лет назад. Одна девушка, она встречалась с одним молодым человеком, и все шло прекрасно. Действительно, с каждой встречей они находили, нашли общий язык, у них было много общего, общие цели в жизни. И с каждым разом, действительно, уже девушка была уверена, что скоро он сделает ей предложение, и, наконец-то, они назначат, только осталось назначить дату для свадьбы. И вдруг, уже перед решающей встречей, ей звонит шатханит, звонит человек, который был в середине, и говорит, что нет, он отказывается, он не хочет, он не интересует, он не сказал точной причины, но он не хочет продолжать дальше. После этого эта девушка падает в тяжелую депрессию, она не может из нее выйти, у нее так тяжело, она не хочет никуда смотреть, она не хочет думать о каких-то новых предложениях, идеях. Все для нее, темнота, это полная катастрофа, и больше ничего не интересует в жизни. Когда проходит пару дней, ее учительница подходит к ней и спрашивает, она видит, что она выглядит очень плохо, и как она может ей помочь. И тут эта девушка, она понимает, что нужно как-то поделиться, и она рассказывает про этого молодого человека, про их душ, несостоявшийся. И когда учительница узнает имя этого молодого человека, она начинает чуть ли не смеяться, радоваться, прыгать. Она говорит, «Боруха шэм, слава богу, эта семья, этот молодой человек, они наши соседи, я прекрасно его знаю». Он совершенно не тот, тем, кого он себе представлял, и он, ужасный у него характер, у него плохие очень друзья, он не учится, он плохо относится к детям, и так далее, и так далее. Она начала перечитать, действительно, каждое слово, что она сказала, это было правда. После этого она сказала, что ты должна сделать наоборот, сиудат-хайдо, специальную трапезу, благодарности, что Ашем тебя спасает от вашей духа. И действительно, эта девушка начинает себя чувствовать гораздо лучше, и «Боруха шэм», она приходит в себя, и продолжается ее жизнь в правильном направлении. После этого эта учительница сказала, что «Может быть, я говорил о Лошанара, может быть, я сказал это злословие, я сказал эти плохие вещи об этом плохом человеке, и хотя я хотела как лучше, я видела, что ей так тяжело, хотелось спасти от ее депрессии, помочь ей увидеть это, как это правильно, как на самом деле, но мы знаем, что Лошанара, злословие, это один из самых ужасных грехов, поэтому, возможно, мне нельзя было рассказывать это. Она уже с ним покончила, больше они не продолжают встречаться, это уже не актуально для нее, что она спросила своего Рава, и тот посчитал, что «Может быть, мы знаем, что есть случаи, когда можно слушать Лошанара от кого-то, похожий случай был, когда у женщины одной были, опять же, очень тяжелая психологическая ситуация, и уже психиатр ей сказал, что единственное, как выйти из этого, она должна рассказывать все те плохие вещи, которые она переживает. И выбрали для этого свою дочь, и дочь спросила, могу ли я слушать все те плохие вещи, которые моя мама рассказывает про соседей, про родственников, про ее знакомых, про коллег, и так далее, и так далее, все те негативные вещи, которые она с ними, с ней случаются, она рассказывает мне, и поэтому это же Лошанара. И теперь тут очень важное понятие, есть большая разница. Здесь у нас есть медицинская проблема, и если это решение ее, значит, дочка должна, она обязана слушать этому, вы слушаете, сказано, что она не может, это будет работать, только если она будет в это верить. Обычно Лошанара, если мы не верим в это, тогда это помогает, но здесь она должна сочувствовать, она должна с ней как-то это делиться, поэтому это не поможет, если она просто это будет так нейтрально сидеть там. Поэтому ей разрешается даже действительно участвовать в этом разговоре. В нашем случае сказал Робилиашев, что учительнице нельзя было это рассказывать. Есть, были другие мнения, но Робилиашев сказал, нельзя это было рассказывать. Почему? В Талмуде сказано, что когда человек находится в трауре в Алейну, у него кто-то умер, то он освобождается от заповеди суки. Он не должен сидеть в суке, потому что ему настолько тяжело, он настолько переживает о том, что случилось, это траур, он освобождается от этой митцвы. Но спрашивает Гимара, спрашивается в Талмуде, что если у кого-то его корабли утонули в море, он тоже освобождается от этой митцвы? Как это работает? Неужели каждый человек, который вдруг, у него какие-то проблемы, отвечает Гимара, нет, нет, там нет, потому что он там, у него есть обязательство успокоиться, привести себя в покой. Другими словами, мы видим, что говорит Раблиашев, что здесь эта девушка должна была действительно сама понять, что это лучше для нее. То, что она сама себя встала в такую ситуацию и не смогла из этого выйти, пока и не сказали, что действительно это лучше для нее, как бы это очевидно, и сказали, что действительно это факт, что он был плохой для кандидата, а если бы ей не сказали? Другими словами, что здесь ей должны были помочь, или она сама должна была как-то до этого дойти, чтобы понять это, полностью это искоренить себе, эти негативные эмоции, вот эту депрессию, без того, чтобы и рассказывали, что действительно по-настоящему он какой-то догадать. Сегодня мы пойдем дальше и понять более-более глубже, как это работает, что мы должны по-настоящему в себе укрепить это понимание и мы дойдем к одному к одной проблеме, которая меня персонально очень беспокоила тоже, когда я это все изучал и изучил, что когда мы работаем над имуна, над верой, над бетохан, что когда человек должен дойти до такого уровня, что действительно все хорошо, все правильно, неужели тут не остается никакой возможности для каких-то страданий, для каких-то переживаний, для слез, для... где, как это может быть непротиворечием, если человек переживает о том, что происходит вокруг него, что-то с кем-то что-то случилось, если действительно, как мы сказали, что мое сердце наполнено имуна, наполнено верой, тогда, может быть, мне действительно не чем беспокоиться. В прошлых шиурим мы говорили о сурмира ве асетов, мы сказали, что как работать, как отойти от того противоречия, которое может быть в поведении человека, что он, с одной стороны, он может много соблюдать, у него какие-то хорошие шарашим, хорошие корни, и я царара делаю так, что она показывает ему, что как будто бы он действительно такой большой праведник, такая праведница, я делаю все так хорошо, и на самом деле есть очень много мест, где есть какая-то гниль, какая-то спорченность внутри, и вот если человек не будет это замечать, не будет она работать, тогда он будет жить в противоречиях. Как пример, есть хороший пример про историю из Иерусалима, в Иерусалиме, где у одной пожилой женщины уже десятки лет был магазин, где она продавала обувь, обувной магазин, этот магазин отличался от других, все знали, что там обувь лучшего качества, она не дешевая, но знали, что если ты покупаешь там обувь, действительно, она тебе долго, время будет служить, и была отличная репутация, и так действительно люди, которые хотели инвестировать, хотели, чтобы у них была хорошая обувь, они знали, это хороший адрес. Теперь в один прекрасный день открывается магазин, обувной магазин на том же квартале, просто дальше, и там продается точно та же обувь, но если в первом магазине эта обувь стоит 300 шекелей, то там она продается до 200 шекелей. Та же марка, та же фирма, те же модели, все точно то же самое, с огромнейшей рекламой по всем местам, что у них действительно это очень качественная обувь, но в полтора раза дешевле, если в первом магазине это было 300, там это 200. И так со временем в первом магазине у этой пожилой женщины она ей сказали, что может тоже сделать рекламу, тоже я это в моем возрасте начинать какую-то тут конкуренцию, это не мой стиль, это не это она просто смотрела, как ее магазин пустует. Тишина, когда приехали привозите новый, новый товар, новую, новую обувь, она сказала, что зачем мне новую обувь, смотрите, все, все еще заполнено, наоборот, можете забрать то, что здесь некуда пройти, то, что вы привезли в прошлый раз. И так магазин пустует. Через некоторое время она сидит, говорит или говорит псалмы, что еще делать. И очень грустно, очень неприятно, как это может быть, что как бы все эти, когда все шло хорошо, и как это вдруг открывается этот магазин, они продают ту же обувь, настолько большая разница в цене. доходит женщина к ней в магазин, она обрадовалась, наконец-то, есть какой-то клиент, она показывает ей все обувь, наконец-то она остановилась на какой-то, что-то ей понравилось, и когда уже доходит, приходит время говорить о цене, она говорит, сколько это стоит? 300 шекелей. 300 шекелей? Это много денег, это большинство. Я слышал, что можно дешевле, чем 300 получить, и там явил рекламу, что там рекламировали тоже прямо та же модель, та же обувь. На что эта бабушка, эта пожилая женщина, она решила, что это, ну, она уже не может. Как? Она не знает, она не знает, как они продают эту обувь, ту же обувь за 200 шекелей, она не знает. Наверняка это все подделанная, наверняка это из Китая, у нее настоящая обувь. И надо уже это сказать, надо уже это высказаться наконец-то, и объяснить людям, что не может быть, чтобы была такая большая разница в цене. Наверняка там это подделка, не настоящая, а у нее настоящая хорошая обувь. и она сидит, и она думает, ну, как же я это скажу? Вот у меня в одной руке Майты Лим, моя книжка с псалмами, я буду сейчас говорить вот эту вот клевету, я не знаю, Матышемра, что это точно, Лошанара, про вот тот магазин. Нет, я не могу, я не могу на это пойти. Промолчать, просто промолчать, ничего не сказать, у нее огромная борьба внутри. Потом она решает, она говорит, что она берет журнал, показывает ей адрес того магазина, и она говорит, что смотрите, там продают обувь, ту же обувь гораздо дешевле. Если вам важна цена, получить это подешевле, пожалуйста, пройдите туда, и вы там получите. Я, к сожалению, не могу, не знаю, как продавать за такую цену, поэтому, у меня это действительно дороже, и там вроде бы та же обувь, точно даже обувь гораздо дешевле, пожалуйста. И тут эта женщина, она откладывает обувь в сторону, и она говорит ей, вы знаете, кто я? Нет. Нет, я владельца этого магазина. Я, мы, моя семья открыла магазин на той, в конце улицы. И постоянно мне говорят, что кто-то рассказывает про нас клевету, разные вещи, что мы продаем подделки, что это не настоящая обувь, что она плохого качества и так далее. Я думаю, кто это может сделать, наверняка, это вы, потому что вы страдаете от этого больше всего, потому что мы открыли, это на вас большая конкуренция. Я решила сама пойти проверить. Теперь я вижу, что на самом деле это неправда, вы действительно эрлих, вы настоящий, честный, искренний человек, и поэтому давайте сядем и придумаем, и сделаем так, чтобы и наш магазин, и ваш магазин, чтобы мы не забрали ваших клиентов всех, и я расскажу вам, как получить эту обувь дешевле, и мы действительно сделаем так, чтобы каждый продавал, может быть, немножко другие модели, чтобы действительно не повредить вам, потому что я вижу, что вы действительно никогда ничего плохого нам не желали. В этот момент эта женщина, она понимала, что она не может жить с противоречиями, она не может держать в одной руке тейлим, свои тейлим, свои псалмы, и в другой говорить плохо о других в другом магазине. Насколько бы это было ей не тяжело? И это то, что смысл. Мы можем падать, мы можем ошибаться, мы можем принимать неправильные решения, но это не... Это должно быть как ошибка, это должно быть как исключение. Мы должны понимать, что мы должны вернуться и стараться, чтобы это не стало как вот такое есть. Вот это я. Эти противоречия не жить с противоречием и не принимать это как должное, как норму. Это то, что мы должны действительно взять в себя и впитать в себя вот эту иммунат алиф опять же сегодня мы приступаем к очень очень важной теме без этой темы человек не сможет действительно подняться на самый верх эта тема как мы сказали поможет нам по-настоящему понять наши чувства и нашу реакцию наше мировоззрение восприятие и насколько это противоречит ему на нашей веры наше упование в творца раббоя рассказывает следующую историю которая произошла с ним чтобы облегчить это я говорю я буду говорить в первом лице значит раббоя сказал что и меня пригласили на давать уроки в школе для девушек который находилась достаточно далеко это нужно было три часа ехать в одну сторону чтобы я дал там несколько уроков для этой большой школы но это было очень далеко это было действительно сложно добраться поэтому мне отказывался пока наконец-то мне сказать что нет это настолько важно и я согласился и приехал туда давать первую лекцию после когда я вернулся дать вторую лекцию я увидел что есть записка на столе лежит записка где написано что директор этой школы просит чтобы зашел к нему после урока так и сделал я зашел к нему встретился с очень молодым очень приятным очень теплым директором и он сказал что он хочет поделиться хочет быть откровенны что он пригласил меня не только для того чтобы отдал урок для всего для всей этой школы но у него есть тоже частный персональный интерес потому что в его семье произошло вышла трагедия меньше чем год до этого внезапно совершенно умер его отец его отец он был директором множество нескольких школ для девушек и получилось так что его сыновья стали вдруг пришлось взять эту должность на себя поэтому он в своем молодом возрасте уже является директором этой школы и также его братья но кроме этого не так его сестра она кала она невеста и для нее это было очень тяжело когда она потеряла внезапно своего любимого отца очень-очень тяжело несколько месяцев назад внезапно умирает их сестра старшая сестра внезапно умирает оставляет детей сирот поэтому их вдова их мама берет этих четыре ребенка к себе домой и все это видно повлияло хотя его сестра это которая является невеста она очень большая она такая правильная девушка она очень умная очень хороший очень духовный человек но как-то у нее начинается появились какие-то вопросы вопросы на ему на веры какие-то начинаются сомнения и поэтому он очень просит рабояра просит чтобы он поговорил с ней на рабояр я согласился и он встречается встречается с ней при разговоре с людьми которых какие-то испытания в жизни какие-то начнется сомнения очень важно понять на каком уровне они находятся и для этого можно спросить например как что ничуть шабата сейчас говорит что шаббат конечно на это как бы о чем речь кашрут кошерный даты увидеть где насколько это повлияло уже на его насколько он соблюдает насколько это повлияло на его поведение и уже потом увидит тогда можно легче помочь посмотреть где этот изъян где эта проблема находится и так здесь тоже я спросил эту девушку при встрече как она молится как она молитва отфила она вздрогнула для нее это было конечно я молюсь все молитвы это как бы ну для нее это было полностью понятно значит это уже видно было что где она находится где уровень и здесь вот это очень фундаментальная вещь для нас открывается что она объяснила что для нее как мы сказали до этого для нее вот эти вот она приходит домой она видит свою маму вдову она видит этих четыре ребенка через сироты которые там бегают и она вспоминает про своего отца свою сестру и она спрашивает ашем почему ты это сделал как-то как-то как это могло произойти чтобы это произошло одно за другим даже сказано что когда трагедии какие-то они ну там есть какой-то период времени между ними здесь случилось одно за другим и неужели нельзя было подождать неужели чтобы и отец был на ее свадьбе и сестра чтобы это не произошло одно за другими и как они страдают посмотри и тут у нее появляются эти вопросы и здесь есть что-то что бояр понял что ее семья не смогла понять сразу же то что ее больше всего съедала и беспокоила и и удручала что у нее есть эти вопросы она не могла она его себе позволить так он его понять как это может быть что у меня который учится такая религиозная девушка который все хочет делать правильно и у меня такая все все во всей моей жизни работаю над каком-то близкими отношениями с творцом вдруг у меня есть такие вопросы такие вопросы которые как бы все ставят под вопрос как как это может быть вот это именно и не давало покоя это не то что у нее были шейлот как в это вопросы на ему на гораздо более то что ее сказать и на войне покоя именно то что на самом деле как такие вопросы к ней могли прийти и и здесь это то что мы должны сегодня на нас понять что царь какие-то страдания и у человека тяжелые испытания он он чувствует он переживает он видит какой-то какие страшные вещи перед ним это трагедии и у него от этого царю не вот этого страдания то это не противоречит его ему на его вере если у человека даже появляются вопросы как то может быть что и и он 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 просто он он ужасно переживает он плачет об этом это не противоречит человека его ему на чтобы это понять мы мы посмотрим что написано в талмуде в конце маккот в конце трактата маккот 24 а хавдалу там удалов сказано что рабе кива шел с рабангамлил раби лоза беназария раби шуа с самыми большими хахамин самыми большими мудрецами этого поколения и тут они видят увидели как услышали за огромнейшую хотя находились очень далеко чем большая дистанция как римлянские армия там там огромный пир там огромное богатство там они приносит жертвы идолам и они хахамин мудрецы начали плакать от этого не сказали рабе кива в тот момент он засмеялся они спросили его а кива почему ты смеешься на что он как как у нас принято он спросил а почему плачете лет смотреть на вот эти вот злодеев на те кто они они разрушили наш храм и им так хорошо и в тот момент как у нас все разрушено все-таки души вся эта святость которая они это их дела их их рук и они наслаждаются у ним так хорошо как мы можем не плакать что рыба кива отвечает да если тем которым омолен поэтому я поэтому я смеюсь я радуюсь если тем кто нарушают волю творца они получают такое удовольствие насколько настолько больше те кто делают выполняют волю творца дальше тому не продолжается что та же компания хахамин и рабе кива мудрецы с рабе кивой они проходили около места арабайт около горы там не находился храм они увидели все развалины и и они увидели как леса выбегает из меня из места они знали где-то место кочек и дождь им святая святых и тут они заплакали они не могли такое терпеть что они сказали что то место где даже за даже даже только коин году такой первый священник мог зайти туда сейчас там ходят лис лиса такое низкое животное рыба кива засмеялся и смелся опять же здесь они спасли а кива как ты можешь смеяться он спасал как что вы плачете они говорят мы такое видим и не заплачем рыба кива отвечает нет также как и сейчас увидел как него как пророчество которое говорило что будет все разрушено и будет все вспахано это я вижу что это сбывается также я теперь вижу я уверен что будет реализация него будет пророчество где весь еврейский народ будет сидеть вместе и будет полная идиллия полная гармония когда уже будет построен последний храм и тут хохамим мудрецы отвечает ему они сказали а кива не хамтану а кива не хамтану а кива ты нас утешил а кива ты нас утешил это очень известная гемора очень известное место в талмуде но надо задать себе следующий вопрос что здесь происходит кто прав что видно рабе кива он всегда плясал и танцевал тиша беа в девятого он тоже плясал когда он читал эйху когда все сидели на полу и плакали он танцевал что это значит что он видит разрушенный храм и он начинает смеяться более того ему нужно сказать что только потому что он увидел что это сбылось а если бы он не увидел что это сбылось тогда он бы это не было ты веры хохами мудрецы они не знали что написано в пророках что что это что то что здесь мы видим это четко было уже предсказано в и же я у в армия у во всех пророках в чем как этот понять этот диалог одно из очень глубоких объяснений что здесь происходит это то что о чем мы говорим что действительно когда человек видит вещи которые ему очень тяжело какие-то скромные страдания трагедии то конечно это заложено в нас это правильно это от нас ожидается это что мы переживаем что мы плачем и что мы на нас это очень тяжело и наоборот мы видим что если человек это не плачет если он не переживает то с ним что-то не так более того это становится что это это характеризуется как как человека который боит бейсу рим он пинает он он отталкивает страдания значит что если он эти страдания не принимает там будут его ждут другие страдания другими словами если это происходит то в нашей природе в нашем нашем заложено что есть две сферы есть две системы по которым которые дополняют друг друга есть система это наше сердце и наша голова наш разум и здесь они работают так что сначала это совершенно нормально когда мы плачем когда мы видим такую это это две стадии мы видим это как как если человек видит если человек читает если человек узнает о шоа о холокосте о других вещах которые происходят к сожалению их достаточно и он переживает он 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 не просто говорит ну если так здесь так ашем знает что происходит ашем это все пойдет по плану поэтому что мне переживать можно танцевать можно прыгать на машинах можно это нет да мы должны переживать мы должны от нас это 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 то что в сердце происходит это одно от нас ожидается это совершенно нормально после этого мы идем дальше и вот здесь уже разум зависит от человека то что человек когда переживает это это не не говорит о его уровне эмуна о его уровне веры множество примеров как как мы видим что человек свои переживания он вопрос что он с ними делает что какой у него будет следующий шаг и тут рабиакива показывает что наш следующий шаг это именно эм как мы на это смотрим и как как мы идем дальше в этот момент он объясняет им насколько это можно увидеть по-другому но конечно рабиакива плакал в тишабиав конечно это он 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 тоже сейчас если объяснить что он он плакал вместе с ними но потом он им показывает он 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 учит он ведет их дальше и вот это вот здесь мы уже видим где мы находимся по нашему на по нашей вере и этим рафф байр объяснил этой молодой невесте как что в том ее и когда она приходит домой она видит свою маму которая стала внезапно вдовой она видит этих маленьких сирот и ей тяжело и у нее есть вопросы и так далее это совершенно нормально теперь что она делает с этим и как она идет дальше это здесь уже это зависит от ему на и тут она показывает свою силу свою близость и все равно чем она работала всю свою жизнь здесь она это использует но тут нет никакого изъяна никакого недостатка если у нее натурально как бы это ведь тяжело и у нее появляются эти вопросы поэтому мы должны понять что эта работа это дополняет друг друга это неправильная речи и когда человек переживает и потом он понимает и потом он митхазек потом он наоборот он как хохамим сказали они не хамтанит и нам принес наше утешение тишабиав сам он работает так же сначала у нас самая интенсивная боль и любой траур по по если кто-то умирает лолейну также сначала это очень интенсивно потом идет меньше и потом уже в конце тишаба мы уже встаем мы уже у нас есть специальные мелодии специальные песни которые нам показывают эту эту надежду эту верность в будущем но это как весь год наш у нас есть адар где мы у нас больше симха у нас есть аф где меньше все это показывает также что сам человек построен так есть разные стадии разные ступени ступени где мы должны это это переживать и с другой стороны мы идем дальше и поднимаемся выше и мы не зацикливаемся на этом мы не останавливаемся на этом мы понимаем что это это страдание оно совершенно что-то что от нас ожидается как рассказывал что он сидел с одним из глав поколения и люди приходили с тяжелейшими вопросами с тяжелейшими рассказывая своей жизни со страданием и с одной стороны этот большой мудрец он объяснял бояру почему у них это происходит как это связано что ашем от них хочет почему что это исправляет для них но с другой стороны он плакал вместе с ними он плакал с этим людьми сидел ними плакал то что он понимает что это все на самом деле как-то к лучшему и это все идет по плану это не противоречит тому что он прямо сидел и плакал с этим людьми так я видел сам что я бы ну когда мы были у больших раввинов когда они слушают и они переживают с тобой они действительно они это их их они прочувствуют это и и это боль ты ты выходишь потому что ну с облегчением потому что ты чувствуешь что это он это более он подел этот ха хам этот мудрец поделился с тобой забрал эту тебя другими словами это то что мы продолжим дальше мы сейчас находимся в середине если мы испытываем вопросы испытываем боль испытываем переживания это не противоречит нашему уровню ему на вопрос только куда мы идем дальше куда мы двигаемся спасибо успеха спасибо за просмотр!